Татьяна Зинина «Пари с наследником Земли» Текст читают Лина Ветлицкая и Григорий Андрианов Глава первая «Неожиданная помощь» Сегодня музыка играла особенно громко. Она скрипела, как старая несмазанная дверь, резала слух, будто электронная пила, и била по ушам так, словно рядом кто-то забивал кувалдой гвозди в металлическую стену. Я всегда удивлялась, как вообще такое можно слушать. Но людям, собравшимся сегодня вечером в нашем клубе, кажется, всё очень даже нравилось. «Прости, что так получилось», — проговорила Милли, потирая опухшую щиколотку. «Я правда думала, что смогу работать». «Ничего». Я сочувственно кивнула и поспешила застегнуть пуговицы на форменном платье. «Такое с каждым может случиться». Она кивнула и попыталась подняться, правда, встала только на правую ногу, левую же старалась не беспокоить. «Как тебя угораздило?» — спросила я, придержав её за локоть. «Сама не понимаю», — ответила Мелена. Споткнулась на ровном месте, да ещё и поднос со стаканами перевернула. Хорошо хоть не попала ни на кого из гостей, а то тут сегодня такой контингент собрался, просто жуть. Одни снобы с завышенным самомнением. Детки богатеев. «Чего в столичных пафосных заведениях не сидится?» «Далось им наше захолустье». Я тяжело вздохнула. «И с этими людьми мне придётся работать всю ночь. Кошмар да и только». «Прости ещё раз, что тебе пришлось сегодня выйти», — виновата проговорила напарница. «Я же знаю, как ты относишься к подобным мероприятиям. Но шеф сказал, если не найду себе замену, то могу больше на работу не приходить». Да уж, наш администратор Виктор — тот ещё козёл. Ему вообще было плевать, что думают или чувствуют его сотрудники. Главное, чтобы гости оставались довольны. Ещё ни в одном конфликте он не встал на сторону кого-то из работников. Ни разу. «Ладно, Лия, спасибо тебе, ты меня очень выручила», — вздохнула Милли. «Пойду, там такси уже приехало». Не став слушать возражения, я проводила её до машины, помогла забраться в салон и только потом вернулась в клуб. Время подходило к одиннадцати вечера, то есть вечеринка была в самом разгаре. И как бы мне не хотелось сейчас вернуться домой и забраться с книжкой в тёплую постельку, придётся провести ночь здесь. Обычно в клубе «Сатурн» я работала только по будним дням. Была скорее на подхвате, даже официально в штате не числилась. С понедельника по пятницу здесь проводили тематические вечеринки, скромные корпоративы, даже тренинги. Пару раз приходилось обслуживать профессоров, собирающихся после научных конференций. И это мне нравилось больше всего. Я могла тихонько постоять в сторонке, послушать умных людей и узнать что-то новое. Да, чаевыми они не особенно радовали, но зато щедро делились знаниями. А вот по субботам в нашем клубе почти всегда проводили что-то особенно взрывное и зажигательное. Сегодня же и вовсе выступала группа с Даркара, какие-то мегазвёзды Союза, которым взбрело в голову проехать с туром по Земной Федерации. И чего они тут только забыли? Музыка у них, прямо скажем, странная. Никогда такую не понимала. Бросив обречённый взгляд на своё отражение, я попыталась оттянуть ниже короткий подол форменного чёрного платья и завязала длинные рыжие волосы в хвост. Краситься не стала, и без того выглядела довольно вызывающе. Если честно, эта работа мне совершенно не нравилась, но найти другую в 18 лет было проблематично, а жить на что-то надо. Одной тётиной зарплаты нам уже давно перестало хватать. Едва я появилась в зале, меня тут же поймала Ханна, старшая официантка. «Лия, бери себе правую часть второго яруса!» прокричала она мне на ухо, потому что иначе услышать её у меня бы не получилось. Это подобие музыки играло безумно громко. «Хорошо», — сказала я, активировав планшет. «И будь вежливой и обходительной. Группа модная, билеты дорогущие». Виктор сказал, что придушит любого, кто попытается испортить их выступления. Зато платит вдвойне, а это для него вообще нонсенс. «Наш администратор, тот ещё скупердяй. А если такое заявил, значит, сегодняшний вечер для него и для клуба особенно важен». «Ну всё, иди», — Ханна ободряюще мне улыбнулась. «Всё заказанное ранее на твои столики уже отнесли, но тебе нужно быть готовой принять заказ в любой момент». Обречённо вздохнув, я обвела взглядом большой зал. На сцене тряслись, будто в экстазе, три девушки в очень открытых нарядах. Можно сказать, что на них толком не было одежды. Перед каждой стояла подставка с широкими планшетами, на которых эти дамы и играли. Не знаю, была ли в их треках мелодия, но определённый ритм точно присутствовал. Обогнув толпу танцующих, я направилась на второй ярус. К моей радости, музыка тут звучала значительно тише и даже перестала казаться отвратительной. Эти места считались в Сатурне чем-то вроде зоны для избранных, и в обычные дни они чаще всего пустовали. Зато сегодня все были заняты. Мне досталось пять столов. За тремя центральными сидели смешанные компании молодёжи. Парни, девушки. Все весёлые, громкие и совершенно точно пьяные. За крайним справа расположилась компания брутального вида мужчин постарше, которые по большей части пили, а на сцену почти не обращали внимания. Рядом с ними на диванах лежало несколько женских сумок. Понятно, значит, их спутницы сейчас на танцполе. А за крайним столиком слева в данный момент не было никого, но лежали вещи и стояли полные стаканы. Я выбрала себе место чуть в стороне, откуда открывался обзор на все мои столы. Да, должна была подойти к гостям, сказать, что теперь я их официант, но решила пока просто отметиться тут. Если уж им что-то понадобится, сразу увижу. Но заказы и просьбы посыпались сразу. Я несколько раз бегала за коктейлями для молодёжи, принесла заказанные мясные закуски для бруталов, убрала пустую посуду и вытерла с двух столов, разлитый кем-то алкоголи. И в целом всё шло почти хорошо до определённого момента. — Слушай, Цыпочка, ты такая серьёзная, мне это не нравится, — сказал пьяный бугай за крайним правым столиком. — Давай к нам, выпьем и побеседуем. — Простите, я на работе не пью, — проговорила, улыбнувшись ему со всей возможной любезностью. — Принести вам ещё чего-нибудь. Даже успела сделать шаг назад, как вдруг он поймал меня за запястье и с нажимом сказал. — Присаживайся. Он был крупным, круглолицем, с маленькими раскосыми глазами и зачёсанными назад тёмными волосами. На вид лет сорока или чуть больше. Я видела, как пару минут назад с его колен упорхнула девица лет восемнадцати, прихватив с собой сумочку и куртку. Судя по всему, теперь он пытался найти ей замену. — Извините, ребята за соседним столиком ждут свой заказ. Я попыталась высвободить руку из захвата. Мне нужно идти, но я обязательно подойду к вам чуть позже. Может, что-то хотите заказать? — Тебя! Он осклабился в порочной улыбке. — Вот в этом самом плате, цена столе. Устроишь? Поверь, я очень щедро заплачу. Это было очень плохо. С подобными типами я сталкивалась редко, но прекрасно понимала, что нужно срочно скрыться с его глаз, иначе не избежать катастрофы. — Боюсь, вы ошиблись с заведением. Улыбка на моём лице стала натянутой. — Пожалуйста, отпустите, или мне придётся вызвать администратора. — С Витькой я договорюсь, — самодовольно заявил мужик. — Великая вселенная, всё даже хуже, чем казалось. Я с надеждой посмотрела на его приятелей, вот только от них точно помощи ждать не стоило. Один смотрел перед собой стеклянным взглядом, и, казалось, сейчас уснёт прямо здесь. А второй жарко целовался с юной девчушкой, активно шаря рукой под её короткой юбкой. И тут Бугай резко дёрнул меня на себя. Я едва не выронила планшет, за поломку которого мне бы точно администратор голову открутил. Оказавшись на коленях мужчины, сразу попыталась встать, но он не отпустил. Прижал к себе крупной рукой и провёл носом по моей открытой шее. — Ты мне нравишься, цыпочка, — сказал самодовольно. — Люблю серьёзных девушек, строящих из себя недотрог. Таких интереснее всего ломать. Поверь, тебе понравится. Несмотря на страх, моя голова вместе с даром работали очень чётко. Мозг просчитывал вероятности выхода из этой ситуации с наименьшими потерями, но пока не находил. Физически я ничего не могла сделать своему обидчику. Энергетический импульс тоже не подействует, а неприятности мне принесёт уйму. Оставался один вариант — просить помощи. Но у кого? Снова попытавшись вырваться, я подняла голову и внимательно посмотрела на гостей за соседними столиками, а, встретившись взглядами со светловолосым парнем, одними губами сказала — Помоги. Рассмотреть что-то в полумраке и мигании световой установки было крайне сложно, а уж тем более понять по губам. Но он вдруг кивнул, быстро поднялся с места и направился к нам. Субтитры создавал DimaTorzok